Казахстанским защитникам природы самим требуется защита, что необходимо сделать, чтобы оградить егерей от оружия браконьеров. Почему жители Петропавловской новостройки вынуждены новоселье отмечать при свечах? Кто спасает жертв домашнего насилия в Ак-Тубе? Расскажем об этом и не только. Сегодня в программе «Народный контроль». С вами Жан-Сая Кужахметова. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. Ажиотаж вокруг смерти егеря Ерлана Нургалеева не спадает ни в социальных сетях, ни в мировых СМИ. Журналисты BBC встречались с инспекторами охот зоопрома еще в 2018 году, когда снимали фильм о сайгаках в Казахстане. Британских журналистов нападение браконьеров на фактически безоружных людей просто потрясло своей жестокостью. Наши иностранные коллеги тоже отмечают, что условия борьбы неравны. Охотники отлично вооружены и обладают серьезными преимуществами в оснащении. Как уберечь природу и избежать человеческих жертв? Специальный репортаж Александры Миличкиной. Сейчас мы находимся в Кургальжинском заповеднике. В случаях, когда инспекторы не могут добраться до заданной точки из-за погодных условий, например, как сегодня, им помогают вот такие снегоходы, которые способствуют быстрому передвижению по степной и заснеженной местности. Они могут разгоняться до 100 км в час мобильные и легкие в управлении. Понять, насколько хрупка наша фауна, можно лишь увидев животных в их родной стихии. Наша съемочная группа вместе с инспекторами охот зоопрома отправилась на снегоходах в заповедную зону. На бескрайних просторах обнаружить браконьеров можно лишь на этом виде транспорта. 15 дней. Столько длится одна командировка в любое время года. Защитники природы и в жгучие морозы, и в изнуряющую жару готовы стоять на страже природы. Даже если это будет стоить им жизни. Газис Худайбердин работает в заповеднике 4 года. Погоня, стрельба, захват браконьеров – все это он знает не понаслышке. Были факты угрозы. Угрозы именно жизнью инспекторов непосредственно угрожали оружием. Ножами вначале, когда устраивался, конечно, это были тяжелые условия. До этого мы жили в всех палатках, в машинах ночевали, в гораны, в морозы. Да, были ситуации. Раньше двигались на уазиках, тяжело было. Сейчас условия работы намного лучше, говорит Газис Аздалиевич. Данный белок состоит из двух комнат. Мы сейчас находимся здесь на кухне у нас. Здесь у нас есть холодильник, шкафы специально оборудованные, умывальник. Сзади находится печка. Здесь мы готовим пищу. Тут нам хватало, допустим. Вот здесь у нас находятся спальные помещения. В помещении могут жить 8 человек. Условия и правда хорошие. Но за пределами укрытия дикий мир диктует свои условия. Браконьеры охотятся на редких животных, а инспекторы на браконьеров. Однако, если будет возможность доказать системность их преступлений, то и наказание можно добиться более сурового. А значит, необходимо создать единую базу браконьеров. Тогда печальных прецедентов станет меньше, уверены зоозащитники. Допустим, каждый браконьер туда вписывался, в эту базу, чтобы по этой базе было посмотреть, кто какие люди. Потому что одни и те же люди по несколько раз совершают одно и то же преступление. Это уже доказано. Не раз ловили одни и те же люди. Вопрос касается и применения оружия самими инспекторами. Да, они имеют специальное оружие. Вот только пользоваться ним можно не всегда. Каждый выстрел строго по регламенту. Улучшение, конечно, у нас нет полномочий. Много наши обязанности сняли. Полномочия именно какие. Мы не имеем права, допустим, осмотреть, догнать машину, осмотреть. Все они подкованные, знают юридические стороны, что мы имеем право, что мы не имеем право. Помочь кардинально изменить ситуацию и сохранить уникальных обитателей казахстанских степей и лесов вызвался ни много ни мало американский миллиардер Джефф Дамаски. В США, как и во многих странах мира, ведут борьбу с браконьерством. В Штатах уже несколько лет существует проект по защите дикой природы, финансируемый меценатами. На эти деньги нанимают новых лесников, помощь егерям для охраны природы. Я заинтересован в инвестиции средств в Казахстан по нескольким причинам. Первое, я люблю диких животных. Второе, я верю в вашу программу по их сохранению. Для многих может показаться сумасшествием выделить около полумиллиона долларов на это. Но такой опыт есть уже в США. И это действительно работает. Мы связались и с Батыром Сейкеновым, который также находится в Америке. Он участвует в обсуждении конвенции по сохранению диких животных. Охотник с 20-летним стажем, который побывал и в Африке, и в Северной Америке, уж точно знает современные подходы к сохранению редких видов животных. И некоторые из его предложений на первый взгляд могут показаться неординарными. Консервейшн – это устойчивое и рациональное использование природных ресурсов, которое влечет за собой увеличение популяции животных. Которые пошли по пути консервейшн – это Соединенные Штаты Америки, Европа, многие африканские страны, многие центрально-азиатские страны, которые пошли по этому пути. И они получили огромный эффект. Своё решение проблемы предлагают и в Ассоциации экологических организаций. Самое ключевое здесь – мы должны развивать охотхозяйство, так называемое. То есть не обстреливать тех животных, которые живут в диких условиях, а стимулировать увеличение количества поголовья. После этого рассматривать это как некий промысел, за счёт которого люди на отдалённых участках могут заработать определённые деньги. Причина катастрофического исчезновения редких животных – инфекции и незаконный отстрел. И если с первым в 2015 году после падежа Сайги как-то справились, то сейчас на первый план выходит именно борьба с браконьерством. Да будет свет! Именно эти слова и забыли сказать электрики, сдавая в эксплуатацию очередную новостройку в Петропавловске. Жители уже получили ключи от квартир. А вот полноценного электроснабжения в доме как не было, так и нет. Причём это ипотечное жильё люди приобрели по государственной программе Нурлужер. И уже даже начали платить по кредитам. Но вот пригласить кого-то на новостелье всё никак не удаётся. Самим бы выбраться из кромешной тьмы. Павел Приталюк давно мечтал купить собственную квартиру и усиленно копил в течение нескольких лет. И вот в начале года ему вручили заветные ключи. Но только жить здесь оказалось невозможно. Вот у меня за время пользования две лампочки за два дня сгорело. Вот. Ну, как бы я берегу, стараюсь как-то пользоваться этой возможностью аккуратно очень. Но другой возможности нет. Ну, не при свечах же сидеть вот в 21 веке. В новостройке 78 квартир, но заселились лишь меньше половины жильцов. Это те, у кого просто нет другого выхода. Семьи с малолетними дни спасаются свечами. Или вот так, подключаясь к счетовой с помощью удлинителей. Мы до сих пор не можем заехать, потому что нет света. У меня маленький ребёнок. Каждый день звоню в Акимат, в отдел ЖКХ звоню. И каждый день нам обещают завтра-завтра, завтра-завтра. Это жилет Иванов, Петров, Сидоров, должен идти все в Канэнерго. Я Сидоров. Недавно назначенный руководитель городского отдела ЖКХ буквально на пальцах объяснил журналистам и жителям дома, что квартиры подключат к электричеству после того, как все жильцы подпишут договоры с энергоснабжающей компанией. С лёгкой руки специалистов отдела ЖКХ в подъездах появляются вот такие объявления. А потом выясняется, что некоторые жильцы с энергетиками уже давно подписали договоры, а света всё равно нет. Но даже подписав договор, ещё нет гарантии, что свет в квартирах жильцов новостройки появится незамедлительно. В электроснабжающей компании пояснили, что дом сдан в эксплуатацию осенью прошлого года. Однако они подключат новостройку к электроснабжению только после того, как будут устранены все недоработки. Ни застройщик, ни заказчик с бытовую компанию по вопросу подключения дома к электроснабжению не обращались. С начала строительства до сих пор не выполнены технические мероприятия по подключению к внешним сетям электроснабжения. Только 31 января 2019 года по данному объекту были проведены приёмы задачных испытаний, в результате которых было выявлено ряд несоответствий. Об ответственности за избиение женщин предупредили больше трёх тысяч актюбинских мужчин. Ключевое слово здесь предупредили. Но когда лишь словом можно было воздействовать на домашних тиранов, вот и приходится их жёнам, схватив детей и документы, бегством спасаться от постоянных издевательств дома. А куда им идти? Как найти защиту, если блюстители закона могут только предупреждать? Где готовы принять и обеспечить безопасность этим женщинам в актюбе? Расскажут мои коллеги. На обед у нас сегодня супчик. У нас идёт супчик с мясом. Так, потом на второй картофель тоже с мясом. Это наш обед. Обязательно первую, вторую мы готовим. Айгуль только в кризисном центре почувствовала себя как дома. Здесь она с удовольствием готовит разные блюда. И самое главное, больше не боится. Девушка просит не показывать лица. Всё потому, что последствия домашней воспитательной работы не зажили до сих пор. Самые близкие люди превратили жизнь Айгуль в ад за то, что она родила без мужа. Последней каплей стало нападение родного брата. Получаются каждодневные скандалы, издевательства, оскорбления. Всё это я терпела, терпела. Последней точкой стало то, что 2 января эта сестра, которая скандалистка, провокатор, она спровоцировала этого брата-наркомана. Когда я пришла с работы, он избил меня до состояния такого, что я просто думала, что я умру. Истекая крови, Айгуль взяла сына на руки и сбежала в центр для жертв бытового насилия. Здесь ей помогли написать заявление на обидчика. Я вызвала полицию, сняла экспертизу. На мне были 24 гематомы, перелом носа. И всё это было зафиксировано. Но прошёл 11 января суд, но ему дали всего лишь 5 суток ареста. Вместе с Айгуль здесь проживают ещё 4 женщины. Все матери-одиночки. Центр финансируется из республиканского бюджета. За последний год больше 40 жертв бытового насилия здесь получили убежище и практическую поддержку. Причём половина из них – дети. Их психика тоже нуждается в реабилитации. Женщины приходят очень с тяжёлой судьбой, конечно. Есть такие вообще, которые даже разговаривать не могут в первые дни. Потом потихонечку, как я вам объяснила, адаптируются к нашей среде, успокаиваются после насилия домашнего. Приходят в норму. Начинаем с ними работать. Работает с ними психолог, с детьми воспитатель. Выводим их на улицу. Выводим в наши центры культурные. Дети там у нас с мамами бывают. Главная причина, почему женщины терпят насилие – им просто некуда пойти. Мужчина, злоупотребляющий алкоголем, безработный или панический ревнивец – вот традиционный портрет домашнего тирана. И всю свою агрессию он выплёскывает на слабых, которые всегда рядом. В отношении женщин совершено 21 преступление против 32 в 2017 году. Из них 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 1 повлекшая смерть и 14 причинения вреда здоровью средней тяжести. В целях профилактики бытового насилия участковыми инспекторами полиции вынесено 3480 защитных предписаний. По статье 73 Административного кодекса Республики Казахстан привлечены 3479 граждан. В кризисном центре дети находятся под присмотром профессионалов. Жертвами насилия скрупулёзно работают психологи. Но, к сожалению, здесь они могут проживать не дольше 6 месяцев. Но и этого времени, уверяет Куляри Симбаева, бывает достаточно, чтобы женщина кардинально изменила свою жизнь и уже не позволяла никому обижать себя и своего ребёнка. Если вам есть что рассказать, присылайте своё видео на мобильный мессенджер по номеру 8777-890-6690. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда Народного контроля. Встретимся уже очень скоро, как обычно, на телеканале Хабар. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!